Впервые местная власть провела полный аудит предприятий, учредителями которой она является. Публично представила его результаты и взялась за выполнение рекомендаций аудиторов. Проверка, проведенная на Бельском ЖКХ, выявила многочисленные факты служебных злоупотреблений, бухгалтерских ошибок и несоответствий в документации предприятия, а также слабую эффективность управления и рационального использования ресурсов. Выяснилось в частности, что сам устав предприятия ЖКХ создавал почву для нарушений. Аудит также выявил формальные отношения к разработке учетных политик предприятия. В результате они не соответствуют особенностям деятельности МПЖКХ. Кроме того, в бухгалтерском учете не зарегистрировано 42 жилых дома общей стоимостью 198 миллионов 300 тысяч леев, которые были переданы ассоциациям жильцов и не управлялись и не обслуживались предприятием. Предприятие допустило в 2014 году транзакции с аффилированными лицами, содержащие конфликт интересов, заключив контракты по оказанию рекламных услуг с лицами, являющимися родственниками представителя предприятия. Данные транзакции содержат признаки использования служебных прав в целях извлечения материальной и финансовой выгоды аффилированным сторонам сделки. В качестве одного из примеров аудитор назвала автомобиль «Шкода». В сентябре 2013 года был отремонтирован автомобиль с номером «Блэк-1» «Шкода Суперб» компанией «Даггер Мес» стоимостью 35 и 310 тысяч леев. По нашему мнению, компания проявила хладность приобретения данного автомобиля, который был приобретен на аффилированные лица компании по заведомо завышенной цене и несоответствующем техническом состоянии, в связи с чем понадобился в таком скором времени ее ремонт. Речь шла и о предоставлении «Блэк-Уотер-Хаус АВД Сиреле» для цели рекламы обратной стороны счета фактур за услуги, предоставляемые жильцам. Таким образом, «Блэк-Уотер-Хаус АВД Сиреле» в качестве доверенного лица от имени «Сиреле Диксимедиа» оказывает услуги по рекламе через три радиостанции. Был составлен тройной договор, но «Сиреле Диксимедиа» так и не подписала контракт. В бухгалтерском учете были отражены затраты в размере стоимости приобретенной бумаги для распечатывания счетов. Никаких документов, подтверждающих факт реального оказания агентом «Сиреле Блэк-Уотер-Хаус АВД» контрактированных услуг не было предоставлено аудиторам. Данная компания является аффилированной компанией, принадлежит брату бывшего директора ЖКХ Беллс, господину Черному. Суть данного контракта заключалась в том, что ЖКХ Беллс предоставляла «Блэк-Уотер-Хаус АВД» для цельной рекламы обратную сторону счетов фактур за услуги, предоставляемые жильцам. В контракте не указана стоимость данных услуг. Услуги ЖКХ Беллс компенсировали стоимостью бумаги в количестве необходимых для распечатывания фактур жильца. По первому контракту в двух учете были отражены затраты в размере стоимости приобретенной бумаги для распечатывания счетов, а на доходы от данной сделки была отражена та же сумма, равная затратам. То есть всего в 2014 году 13 638 леев, а в первом квартале всего 14 154 леев. Финансовый результат сделки был нулевой. Еще больше вопросов у аудита вызвал заключенный контракт между ЖКХ и коллекторской компанией «Инкасса». За весь период сотрудничества с данной компанией долг потребителей перед ЖКХ уменьшился всего на 1 миллион 600 тысяч леев. В то же время расходы на оплату услуг «Инкасса» не покрывают доходы от платежей, полученных в результате деятельности этой фирмы. Этот факт мы квалифицируем как превышение служебных полномочий ответственными лицами предприятия, а именно директором, заключившим данный договор, господином Черным, административным советом предприятия не осуществлялся никакого контроля и мониторинга за текущей деятельностью предприятия, в том числе периодического анализа показателей экономической деятельности на предмет их достоверности, точности и необоснованности. Условия данного контракта содержат заведомо необоснованно большие суммы гонорара за выполненные услуги, отсутствует документация, подтверждающая конкретную работу исполнителя, проделанную с нужниками, и этот факт создает условия для сговора представителей исполнителя и клиента ЖКХ с целью отмывания финансовых средств предприятия. Напомним, что предприятие ЖКХ является муниципальным. На его деятельность из местного бюджета затрачиваются огромные средства.